На телеканале Беларусь 4 Гомель новости спорта в студии Максим Савин. Здравствуйте. Определились два полуфиналиста чемпионата Беларуси по хоккею в экстралиге. Борьбу за кубок президента продолжает Гродненский Неман, разделавшийся в областном дерби с Лидой 4-0. Динамо Молодечным в противостоянии с Гомелем также уложилось в 4 матча. На домашнем льду Рыси дважды уступили Зубрам с одинаковым счетом 1-4 и завершили сезон. А вот Металлург продолжает борьбу с Толигорским шахтером. В Жлобин серия переехала при счете 1-1. Развить успех с Толеваром на домашнем льду не удалось. Два поражения с одинаковым счетом 0-2. Пятый матч этого четвертьфинала завтра пройдет на площадке Горняков. В шаге от полуфинала и юность. Менчане ведут 3-0 в серии против молодежки Ю-20. Серебро и бронза. Гомельские атлеты удачно выступили на этапе Кубка мира по спортивной акробатике. Турнир проходил в Португалии. Артур Беляков и брещанка Ольга Мельник показали второй результат в смешанных парных упражнениях. Обошли белорусов в итоговом протоколе россияне Кирилл Старцев и Виктория Аксенова. В мужских парных упражнениях бронзу выиграли Алексей Заяц и Артем Ященко. Выше гомельских акробатов расположились спортсмены из России и Германии. В Гомеле завершился 23-й открытый молодежный областной турнир по боксу на призы абсолютного чемпиона СССР Алексея Юкова. За медали боролись представители восьми стран. Боксеры из Гомельской области восемь раз поднимались на пьедестал почета. Победителями турнира в своих весовых категориях стали Максим Паньков и Денис Лопушанский. Серебро на счету Дмитрия Балькова и Александра Каревского. Андрей Пухович, Даниил Мороз, Владислав Новиков и Виталий Астанин завоевали бронзу. Всего же на счету белорусских атлетов 14 наград. В Гомеле сегодня стартовало первенство области по вольной борьбе среди юношей и девушек 2002-2003 годов рождения. Турнир собрал 140 спортсменов со всего региона. В конце марта в Гомеле пройдет первенство Беларуси среди спортсменов в этой возрастной категории. Областные состязания, смотр сил перед республиканским турниром. Кстати, Гомельская область на правах хозяйки имеет расширенную квоту на количество участников. Настрой у спортсменов серьезный. В международном календаре в этой возрастной категории впереди четыре крупных старта европейского и мирового масштабов. Первенство страны – это возможность заявить о себе и получить место в сборной страны. Для этого возраста очень много официальных стартов. И тут, я скажу, каждый ребенок, попавший не просто занявший первое, там второе место, будет и третье рассматриваться. Ну, стимул для детей, чтобы хорошо выступить на этих соревнованиях, очень серьезный. Четыре официальных старта. Я скажу, это все на выезде. Поэтому стимул хороший. Дети об этом знают, в общем-то, готовятся. Финальные поединки первенства Гомельской области по вольной борьбе среди юношей и девушек 2002-2003 годов рождения состоятся завтра. На этом пока все. С новостями спорта ознакомил Максим Савин. Оставайтесь на Беларусь4.